Волонтёрский проект КФУ получил премию Русского географического общества в Кремле. В КФУ подписан меморандум о сотрудничестве с Университетом Синхан. Отдел молодёжных программ УниверТВ освещает третий этап всероссийского молодёжного проекта в прямом эфире. Как путешествовать практически бесплатно? Как при этом делать важные для общества дела? Для этого существует проект «Гудсёрфинг», разработанный сотрудниками Казанского федерального университета. Подробности в нашем следующем сюжете. Казанского федерального университета Ильи Попова «Гудсёрфинг. Сервис путешествий со смыслом» получил премию Русского географического общества в номинации «Лучший молодёжный проект». В торжественной церемонии вручения премии в Кремле приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Проект также ранее был отмечен в номинации «Говорит волонтёр ежегодной премии «Доброволец России-2018». «Гудсёрфинг» — это способ путешествовать с наименьшими издержками и при этом делать по-настоящему важное дело. «Гудсёрфинг» изначально — это сообщество выездных волонтёров, то есть волонтёров, которые путешествуют и помогают, путешествуют смыслом. Кроме всего прочего, это сейчас некоммерческая организация и инфраструктурный проект, который даёт программное обеспечение и возможность связать стороны, которые принимают волонтёров, которые хочут привлечь их для своей деятельности, и самих волонтёров. Он включает в себя любой вид волонтёрства — культурные и образовательные обмены, археологические, этнографические, географические и любые другие экспедиции, в которых может принять участие любой желающий. Проект предполагает работу в науке, преподавании, культуре и спорте. Также участники занимаются деятельностью в заповедниках и национальных парках, фермах, а также проводят работу с детьми. В многих экспедициях, кроме археологических, люди помогают, то есть там это этнографические, это биологические и так далее, помощь. Ну и на самом деле это образовательный процесс ещё вовлечении людей в научную деятельность. Многие из этих ребят, я знаю, начинают потихонечку уходить в науку, работать уже в этой деятельности и так далее. Участников сообщества объединяет желание путешествовать, узнавать ближе других людей из страны. Спектр задач и действий огромный. Многие этим занимаются, потому что либо хотят приобщиться к какой-то профессии, лучше всего начать это с волонтёрской деятельности, либо многие просто нужны приключения, и это очень интересно, осваивать какую-то новую деятельность и путешествовать по миру и делать какие-то добрые дела, понимать, что это нужно кому-то и чем-то ты помогаешь. Проект также существует как средство массовой информации и подготавливает материалы по направлениям своей работы, являясь первым в России журналом о волонтёрстве. Артём Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюс. В КФУ подписан меморандум о сотрудничестве с Университетом Синхан. Документ устанавливает продвижение учёного и студенческого обмена, а также организацию совместных образовательных программ для студентов-инженеров. Подробности в нашем сюжете. 11 декабря Казанский федеральный университет посетила делегацию университета Синхан из Республики Корея, в рамках которого были обсуждены основные перспективы сотрудничества. Казанский федеральный университет представил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов, а также проректор по инженерной деятельности КФУ Наиль Кашапов. Они поведали гостям о структуре вуза, образовательном комплексе КФУ, приоритетных направлениях развития университета. В ходе встречи стороны наметили шаги к развитию сотрудничества в области студенческого и преподавательского обмена, а также организации совместных образовательных программ для студентов-инженеров. Мы планируем организовать совместные программы в сфере машиностроения и IT. В рамках этих программ будет проходить академический обмен между нашими вузами. В рамках визита делегация университета Синхан посетила музей истории Казанского федерального университета, императорский зал, а также аудиторию номер 7, где сохранилась парта студента Владимира Ленина. Сегодня я смог убедиться, что КФУ – это университет с богатой историей, ведь здесь учились такие личности, как Толстой и Ленин. Стоит отметить, что в рамках сотрудничества на базе КФУ планируется открытие школы корейского языка Сиджон. Диана Шиклова, Александр Юдин, Универ Ньюз. Научные связи и образовательные программы между Российской Федерацией, в частности Республикой Татарстан и Турцией, не прерываются и по сей день. О том, как развиваются отношения Казанского федерального университета с высшими учебными заведениями Турции в нашем следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялся круглый стол России от Турции на современном этапе перспективы развития отношений. Для меня, как ректора университета, не шанташи – это большая перспектива. Посетив сегодня музей университета, познакомившись с его историей, я убедилась, что для меня очень важно представлять сотрудничество. Я надеюсь, что именно этот университет достоин быть среди первых во всем мире. И, конечно, любой ректор может только мечтать о таком сотрудничестве. Количество студентов, изучающих тюркскую культуру, турецкий язык неизменно увеличивается. На сегодняшний день в Институте международных отношений более 300 человек на различных направлениях подготовки. Мы действительно изучаем на протяжении более уже чем 200 лет стенок Казанского университета, это в целом в Казани, историю тюркских народов, их взаимодействие, современное состояние. И поэтому эти традиции не прерываются и по сегодняшний день. Наоборот, я могу сказать о том, что за последние два года количество подписанных соглашений с нашими партнерами из Турецкой Республики, это крупные университеты, это образовательные научные центры, значительно усилилось. Валерия Амуратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Отдел молодежных программ Универ ТВ сейчас находится в Белгороде, там проходит третий этап всероссийского молодежного проекта от студзачета к знаку отличия ГТО. Подробности смотрите в сюжете. В Белгороде проходит третий этап всероссийского молодежного проекта от студзачета к знаку отличия ГТО. Отдел молодежных программ Универ ТВ освещает это мероприятие в прямом эфире. Посмотреть, как проходят соревнования, можно в группе нашего телеканала. Транслировать этап всероссийского молодежного проекта сотрудников Универтв пригласила Ассоциация студенческих спортивных клубов России. На просторах нашего Казанского федерального университета мы активно вели прямые трансляции студенческой футбольной лиги, студенческой волейбольной лиги, кубок университета в полном объеме, в прямом эфире. Соревнования проходят в Белгородском государственном национальном исследовательском университете. Участие здесь принимают и студенты Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет на данный момент, то что мы сейчас записываем, находится во второй десятке по общим результатам, но это еще не все виды спорта были задействованы. Как это всегда бывает на всех спортивных мероприятиях, хозяева всегда ведут. Белгородский государственный университет находится в первой пятерке на данный момент. Результаты обновляются в режиме онлайн, поэтому говорить о победителях пока рано, все может поменяться в считанные минуты. Но тривузовский этап проходил с 1 по 23 сентября. В ноябре был региональный этап. О финальном этапе участие принимают представители 55 вузов России. Помимо соревнований все студенты взаимодействуют друг с другом, знакомятся, общаются. Атмосфера на высшем уровне. Помимо самих соревнований здесь в УСК Хоркиной создана фан-зона, где ребята могут поиграть в PlayStation, поиграть в мяч, в шахматы, в остальные настольные игры. Уже прошли соревнования по бегу на 60 метров, прыжки в длину у женщин, а у мужчин стрельба из электронного ружья. Впереди еще много испытаний. Победители будут известны 13 декабря. Анна Глазунова, Универньюз. В рамках декады для людей с ограниченными возможностями, которые традиционно отмечаются в начале декабря в районах Казани, были проведены различные благотворительные акции. О спортивном мероприятии, составившемся на базе Казанского университета, узнаете о сюжете Валерии Муратовой. С 1 по 10 декабря в городах России проводятся декады инвалидов. В рамках нее в спортивном зале комплекса Москва Казанского федерального университета прошел матч по волейболу между учениками Казанской школы-интернаты имени «Ласточки» медленностей с ограниченными возможностями здоровья. Проводим для них веселый старт. Сегодня будем проводить небольшой чемпионатик по волейболу. Очень хорошие дети. К сожалению, у них нет своего спортзала, и поэтому они вышли с предложением еще года 4 назад. С просьбой нельзя ли как-то сотрудничать с Казанским федеральным университетом. Мы пошли на встречу благодаря нашему руководству и проводим такие небольшие соревнования. Для них праздник. По доброй ежегодной традиции ребята являются гостями спортивного комплекса Москва. Проводится замечательное мероприятие. Спортивное мероприятие, культурное мероприятие массовое, куда наши ребятки выезжают. И вот сегодня нам посчастливилось. Мы находимся в замечательном зале большом спортивном, и наши детки давно мечтали уже поиграть вот именно на такой площади большой. В эти дни уделяется особое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья, тем, кто нуждается в постоянной поддержке и помощи. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Это были новости на Универ ТВ. Всем до скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok